Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня у нас с вами будет очередной обжираловка. Ой, извиняюсь, очередная трапеза. Мы сегодня будем с вами кушать, ну конечно же. У меня, значит, здесь палочка в цвет моего сока. Капи. И давайте приступим. Я, честно, очень голодная. Здесь две шаурмы, но мне кажется, я даже не наемся. Но на ночь, я думаю, сильно обжираться не нужно. Я похудела. Представляете? Ты представляешь, я похудела. Потому что последние, наверное, три дня, что-то у меня мукбанки не особо много выходят. На канале я много работаю. Замоталась вообще. Вот. Этот месяц я посвятила своей основной работе. Мой дворный брат просто счастлив. На дела... На дела... На работе дела идут очень хорошо. Был определенный застой. Сейчас все супер. Потихоньку уже предприятия работают. Закупают товар. Уже все восстанавливается. Поэтому очень много работаю. Так что, извините, пупсики мои. На самом деле, не говорю, оп, пока не перепрыгнешь. Но, имея из перспективы, меня могут перевести в другой отдел. И там у меня в работе будет в два раза больше. Получается, тогда я должна буду каждый день идти на работу. У меня чаще будут встречи с компаньонами. И тогда... Видео, наверное, будет выходить... В лучшем случае, каждый день одно видео. Потому что я просто не буду успевать. Но там очень крутая зарплата. Если получится, я буду рада. К сожалению, в Ютубе так часто снимать не получится. Хотя, я такой человек. Я везде найду способ снять какой-то мукбанг. Могу на работе снимать до вас. Ну, в общем... Если видео будет выходить реже... Вы уже поймете, что меня взяли на эту должность. Там нужно знать английский. Именно литературный английский. Точнее, деловой английский. Чтобы я могла переписываться с людьми, которые не говорят на русском и азербайджанском. Хорошо, без ошибок, грамотно могла сформулировать свою мысль. В принципе, всегда под рукой есть Google Translate. Но в любом случае знать надо. Немного сложно сочетать и совмещать две такие разные профессии. Просто гляньте. Ну, как это можно не любить? Ссылочка будет внизу на рецепт. Переходите. Я уверена, что вам понравится. У нас на работе еще есть две девочки, которые хотят на эту должность. То есть, пока что вакансия открыта. И нам пришел мейл о том, что есть такая вакансия. Кто хочет, может претендовать. Я ожидала, что все будут претендовать. Но просто там очень много работы. у кого дети, у кого что. То есть, все думают, и так нормально. А я считаю, что я даже поработаю побольше, лишь бы была зарплата хорошая. Почему бы нет? Если не в молодости работать, то когда? Вот работают у нас тут внизу. Ресторан опять запели. То есть, если даже меня не возьмут, я как бы сильно не расстроюсь. И здесь есть свои плюсы, и там есть свои плюсы. Здесь, например, я могу дома работать. Это огромный плюс. Я могу снимать мукбанки. Потому что мукбанки снять не трудно. Например, все равно я собираюсь покушать. Взяла, сняла. Так что... Я знаю парня, который младше меня. Младше меня. Я не знаю, во сколько он начал работать. Ему 20... 20, по-моему, да? И у него зарплата ну почти плюс-минус где-то 4-800. Вот так вот. И он одно время был моим боссом. Я не то, что с завистью, а просто смотрела на него и думала, какой же он все-таки молодец. Работает, много чего добился. В универе учился на заводчике. Сразу работал. У нас обычно универ заканчивают ну в среднем 20-21 год. 21. 17. Ты выступаешь. В России чуть дольше получается, потому что в России, например, учится 5 лет. У нас учится 4 года. И в России чуть позже идут в школу. У нас пораньше. То есть получается, 21 год ты все это дело заканчиваешь. А он, представьте, начал работать прям с первого курса. И уже к моему возрасту он уже все умеет, все знает, во всем разбирается. Салат-айсберг здесь внутри. нам, когда в универе говорили, работайте, ищите что-то, пусть даже не какая-то прям должность, а любая работа. мы думали, мы думали, ой, да ладно, нам еще учиться учиться, с работой мы всегда успеем. это ошибочное предположение. Это ошибочное предположение. но единственное, что меня раздражает всегда, когда работодатель, например, платит копейки и требует до хрена всего от тебя. в некоторый магазин одежды заходишь, и консультанты прям подбегают к тебе. это немного раздражает. Но с них это требует работодатель. я много раз видел в магазине администратор, директор магазина постоянно говорит, вот, иди посмотри, что клиент хочет. А иногда бывает клиент просто зашел посмотреть на ассортимент, и клиенту не хочется, чтобы по пятам кто-то ходил. Понимаете? Я люблю за это Нью-Йоркер или Молы. Заходишь в любой Мол, всем плевать на тебя. Ты свободно можешь что-то выбрать. В Нью-Йоркере то же самое. Ты ходишь, меряешь, не знаю, сама пошла за своим размером. Мне так удобнее, мне комфортнее, даже я больше покупаю, когда надо мной не стоит продавец. Вкуснотища. Прям полная. Хотя я люблю, когда лаваша тоже много. Такие вот дела, ребяточки. Вы просто любите, когда я рассказываю про работу. Поэтому я стараюсь вам рассказать. Когда я работала в магазине, в большом магазине техники, я работала помощником директора. Я хотела какого-то карьерного роста. Мне все директор говорил, чуть не устраивает, все нормально, хорошая зарплата, зачем тебе так много денег? Вот где ты сейчас найдешь хорошую работу? Сейчас все люди без работы. когда я кидала себе, например, на другие должности. Я всегда удивлялся. Идеальная работа, чуть тебя не устраивает. Я любила свою работу, но всегда делала в зарплате. Особенно, когда у тебя фикс зарплата. Раньше я наоборот хотела фиксированную заработную плату, чтобы не париться, не было лишней головной мороки. А сейчас наоборот. Мне нравится, когда тебе платят за проделанную работу. Так больше мотивации работать, и так, например, начальство видит, насколько много ты работаешь. сочная, вкусная. Однажды я поругалась с мамой. Я решила, что нет, я буду самостоятельная. Я в то время училась в универе. Просто было лето. Я на лето решила устроиться на работу, чтобы быть независимой. Устроилась в магазин. Мама была в шоке от того, сколько у меня зарплата. Зарплата была 120 долларов. Плюс проценты с продаж. Ну, естественно, больше продаж получишь. Больше, меньше, меньше. Но потом я поняла, что это все фигня. Проценты с продаж 5%. Там в основном продавались какие-то чехлы, USB и все дела. Они стоят копейки. В месяц я так поняла, что я где-то 200 долларов заработаю за месяц. Каждый раз, когда приходил клиент, наш директор постоянно говорил, подходи к клиенту, стой рядом с клиентом. А некоторых людей это раздражало. Прямо очень бесило. В общем, проработала в этом магазине, по-моему, два дня. Тоже день с половиной. И поняла, что это совершенно не мое. Во-первых, физически было очень тяжело. Некогда было присесть. Ребята, реально было очень вкусно. Переходите обязательно. Готовьте его тоже. Я прям наелась досыта. Всех люблю. Целую. С вами была Эмили. Пока!